Ну что же, пора забыть темных эльфов, и теперь удовольствия в этот мир будут нести цари гробниц. Сомнительное удовольствие, я согласен с вами, ну что поделать, я вас приветствую, друзья. Ну что же, давайте... Так, посмотрим, что у нас здесь по армиям, кто еще не походил, тут этот порядок чуть наводит. Плюс ждет восстание, в целом... В целом все хорошо. Все шикарно. Смотрим теперь по строительству. По строительству однозначно нужно теперь развивать все регионы. Да, денег у нас-то не так много. А желтые регионы дорого развивать. Но их развивать, тем не менее, надо. Так, давайте здесь вот так вот, стены здесь не особо нужны сейчас. Эта армия вернется потом. Давайте посмотрим, что можно построить. Ну, тут пусть восстание будет. Мы его подавим быстренько. Мы его быстренько подавим. Если что, вдруг какой-то кипиш начнется. Мрачный оплот. На стены тут не хватает. На какие-то полезные постройки тоже. Особо тут не пошикуем. Тут вообще, можно сказать, не пошикуем. Так, ну здесь общественный порядок, военное положение, военное присутствие. Девять дает плюс, да. Ну, давайте, ладно. Построим чуть на порядок дополнительную фишечку и на денежки тоже. Пока что вот так вот. Нагоронд ремонтируем. Ну, ну, снесли мы его чуть-чуть. Ну, ну что сделаешь? Ремонтируйся теперь сам. Может, постепенно субсидии какие-нибудь выделим. На ремонт дорог. Как раз зима, холода, дожди, снег, мороз. Пора дороги ремонтировать. Как бы в Нагоронде всегда. Да, мороз, снег. Когда там еще дороги ремонтировать? В любом случае. В такую погоду придется. Так. О, Малекит уже вернулся. Он пока что еще своего дружка. Чешуйчатого. Ну, хотя тут у него тоже пара дружков, да, чешуйчатого. Таких небольших только. То один большой, а это два маленьких. Ну. Зато, по-моему, Хатеп его еще не унижал. Как раз еще и Хатеп получит навык. За победу над Малекитом. Отлично. Так, давай ускоряйся, друг мой. Черепушка. Халявная. Халявная черепушка. Давай. Так, действие неудача. На столицу, на свою бывшую. О, третья династия изучена. Династия. Так, могильные лазутчики. Могильные-могильные. Скорпионы. Падальщики. Давайте скорпионов сначала апнем. Потом, наверное, вот эти изучим. Штукянцы по пять тысяч. Я думаю, пригодится. Так, у нас тут доспех, оказывается, есть чуть-почуть. Талисманы даже. Некоторым. Ну, пока... Так, перекантуйся, друг мой, жрец. Так, стэк ходит. Ммм... Так, заклятием. Скорость исследования. Давай еще вкачаем. И еще вкачиваем. Хатеп выходит вот сюда. Давай. Я не знаю, где ты тут находишь песчаные бури. В пустыне-то снежной. Ну, находишь, и это нас радует. Радует нас. Радует нас. Так, эмм... Ты нанимай. Кстати, вот магия, да, некоторые говорят, что, типа, у царей гробниц вот их родная. Магия не хикары. Ерунда. На самом деле, мне кажется, она... Ну, вполне такой... Ммм... Приличная. А, потому что, смотрите, у них вот этот вот навык. Как мы видели. Наносит очень хороший урон. Причем, элите. Да, можно сказать, без разницы, элите или не элите. Они наносят очень хороший урон. И этого... Хватает уже. Иногда. При этом, там не так много, да? Вот если прокачанное. Ветров магии, хотя 13, ну... Прилично. 11, там... 13. Но, тем не менее. Тем не менее, элиту... Покосать так на несколько тысяч... Прям спасает. Глоток свежего воздуха, можно сказать даже. Давай, ты... Начнешь осаду. Давай, начинай, чтоб он не нанял никого больше уже. А давай башенок несколько штук построишь. И продолжаешь держать осаду. Хотя ты потери, блин, продолжаешь нести тут. Так же уверенно. Медленно, но уверенно. Тебя надо было, наверное, подвести все-таки, не уводить так. Давай тогда, ладно, на 50%. Хотя сидит, без разницы, уже 50% сидит там. Сейчас мы все разрулим. Без тебя. Если эти полезут на вылазку, мы их шатнем. Так, здесь нападаем, разбиваем и разрушаем. Прекрасно. Замечательно. Талисманщик нашли. Был городочек темных эльфов и нет его. Неукротимая воля. Безумная нежить. Давайте, наверное, начнем качать навыки тактические. И все. Так. Возведение построек. Там по мелочи у нас возвелось. По мелочи. Новый стэк пока создавать, я думаю, не будем. Нам хватает всего. Там, тем более, мы особо элиты не наймем. Ему нанимать обы что сейчас, но не сильно-то и хочется. Давайте денежки вот здесь сделаем. Будем делать деньги. Денег больше нет. Ты бегом вот сюда. И все. Этот ход мы завершаем. Правильно? Ну да. Все. Пропускаем. Наконец ходом. Давай, маленький, ты уже сливайся побыстрее. И мы... Вот так вот тор... О! Делает вылазку. В принципе, как я и думал. И... У меня лучников хватает. То есть, стражу мы его законтрим. А остальных мы... Ушепти... Пустим в бой на них. Натравим на них. Все. Сражаться. К сожалению, вот тоже, да. Мне не особо нравится, что в последних играх... А вот вылазка из крепости производится... Без учета стен. То есть, раньше, да. В той же меди, в Первом Риме. Как нужно было сделать вылазку? Прям вот реально из ворот выходишь. Из крепости, да. Выстраиваешься. Во время выхода можно было на контратаке просто зажать эти ворота. То есть, если город небольшой, если город, допустим, там, не сильно укрепленными стенами... Я так и делал. Я так делал... С... Вообще... Гарнизонами. Просто по-жёсткому. Зажимал их там. И не давал выйти. Пока они обойдут подкрепление через другие ворота, да. Там выйдут, оббегут, чтобы ударить с тыла. Мы этих зажали. Жмякаем их. Обстреливаем. В общем, веселимся на всю катушку. Так, давайте... Ушепти... Чуть только строй... Растянем. Чуть-чуть. Совсем. На флангах, наверное, оставим скелетов. Особо их бросать в бой не будем. Там по необходимости. По необходимости. Ты остаешься здесь. А рта начинает работать тоже. Так, а вы все пешие у меня, да? Ну да. На ним все пешие. В бой, значит, вы не пойдёте. Всё. Вы завязываете. Лучники идут сюда. Тебе отставить. Пусть он подходит ближе. Я смотрю, он... Бросает лорда отважно и... Бессмысленно. Да, ты стрелок. Ты ведь понимаешь, что ты отхватишь сейчас? Отдышка даже появилась. Отдышка это плохой знак, друг мой. Так, давайте вы, чтобы за вами особо не следить, начнёте вот этих расстреливать. Здесь мы героев уже отправим. Кстати, от летунов они могут плохо очень, да? Ключить могут начать. Давай сюда. Герои выходят вот сюда. Давайте посмотрим против одного бойца. Низкая эффективность, но насколько она низкая? Просто вот проверить, что ли. Так, ладно. Здесь тогда... Кавалерию надо отправлять такую. Низкая эффективность понятия растяжимое. Хотя сейчас тут... Лучше этих не везти сюда. Не успеют они потом отступить. Урон, урон, урон. Наносишь... Вообще никакой. То есть, смотрите. Хороший очень урон наносит... По одному отряду. А по лорду там вообще, смотрите. Один там, минус два. Да, там. Всё. Это максимум, на что они способны. Так, отступи. Отступи. Ты давай вот сюда. Огонь. Я забыл про тебя. Я про тебя, если честно, немножко забыл, друг мой. Лучников подводим ближе. Можно было лучниками расстрелять просто лорда и всё. Давай, выходи вот сюда. Терем, терем, терем. А, теперь манёвр. Просто в наглую обходим. Мимо. Вот сейчас можно, допустим, где-нибудь в элиту вот сюда зайти. Так, ты, 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 давай сюда. Жми, 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 друг мой. Вперёд. Вы отступите. А здесь, я думаю, встретят вот эти ребятки их. Здесь лучники работают вот сюда. Эти идут сюда. Кавалерия, немножко отступи. Отлично. Вперёд, ушепте. А арта работает вот сюда. Вы работаете вот сюда. Не, элита неплохо, смотрите, заходит, да, вроде как. У моих пацанов. Давайте вы вот сюда. Работайте. Обходите с тыла. О, а как... Как вы так дрогнули? У вас... У вас ещё много, ребятки. У вас ещё слишком много, чтобы бежать. Вообще замечательно всё складывается. Арте, можно сказать, вот тут расстрелять. И бросить в бой героев, либо ещё вот хотя бы вот эту штуку. Давай, во-первых, полечим, кстати. Вот вот этих парней надо подлечить. Они устали. Они против элиты сражались. Их надо подлечить. Ты давай сюда. Или чизи. Так, не преследуем ненужных нам существ. Они всё равно распадутся. Они всё равно распадутся, ребятки. Преследовать их бессмысленно. Кто этот ещё сражается? Кстати, ведьма тут тоже неплохо заходит. В моих. Ты отступи. Сейчас мы тебя тоже подлечим. Хотя уже смысла нету. Смысла нету. Их мало. Но они держались. Хотя, смотрите, они... Равноцельно тогда, равномерненько урон на себя принимали. Много вроде бы потеряли хп, но при этом половина отряда выжила. Приятно посмотреть. Как тёмные эльфы убегают и погибают. Так, всё. Этот город, значит, захватили. Вторая армия здесь даже не понадобилась. Никого не слили. Ушепти рулят. Хотя, вот если против более серьёзного соперника, да, особенно если с алибардами, они не потянут. Есть отряды, которые... Есть отряды, которые вроде бы гиганты, но тем не менее, даже против элиты они могут устоять. Хотя бы какое-то время, более-менее. Особенно у лизардменов, да? Но шепти к этим не относятся. Даже те же некросфинксы, если их поймать... Алибардами. Но они начинают страдать. Посмотрим. Может, патчи это изменят. Может, всё упери иначе, всё переделают. Но как-то так. Я вот сколько смотрел, пробовал для себя, там экспериментировал. Но они страдают. Страдают и достаточно серьёзно. Так, оружия нету, жаль. Давайте я пенец командования дам. В награду. За всё хорошее. Стрелы. И некротектор. Ну, некротектору начнём давайте качать уже вот эту ветку. Тут и истребитель, и ждём 10-го ранга, чтобы уже восстановление здоровья. Когда много на самом деле у шепти, может зайти в армии даже не столько второй маг, как второй некротектор. Чем больше статуи, тем больше он нужен. Осаждай. Я думаю, ты и так разобьёшь малики-то. Стремительный, не стремительный. Ну, тут нормально всё работает с этим. Он и не должен игнорировать гарнизон. Давай авторасчёт. Туда никого не слил. И здесь рушил. Здесь всё-таки рушил. Победы над маликидом. Красавец. Уходи теперь вот сюда. Здесь я одну армию оставлю на всякий случай. А этот город я солью. Если вдруг восстание его захватит. Вдруг там восстанут не хауситы какие-нибудь, которые разрушат город, а Норска, либо тот же Маликит. Мы же его сейчас похороним. Ну, давай пока продолжим осадку. Сейчас продолжим. Вот эту армию подводим. И уже тогда добиваем тебя. Ммм, одного ушепти слил. Одного всё-таки слил, друг, мур. Печально. Печально. Обидно, досадно. Ну ладно, как говорится. Так, а тебе... Тебе. Тебе, молочники. Стража Скорпионной Шкатулка. В принципе... Восполнение потерь универсальная, да, штука? Стража Грабаниц. Можно и Стражу всё-таки качнуть. И принцы будут лучше при найме. Хотя ими я сейчас не пользуюсь. Местный резерв урон от выстрелов. Хотя Шкатулка тоже у меня есть в этой армии. Давайте, давайте. Шкатулка есть. Тогда вот так вот и делаем. А здесь... А, кстати, шикарная тема здесь получается. Ушепти потеряли. Ушепти нанимаем. И сейчас здесь как раз Хатеп тоже наймёт в армию себе ушепти с луками. Там, заменит некоторых пацанов сейчас чуть обновимому армию. Чуть сделаем её ещё мощнее. Так, защита. Или... Или колесница. Ну, колесница тебе... Хотя... Давайте колесницу. Ты нет-нет должен оказываться там то в одной точке сражения, то в другой. И придётся тебе скакать на одной ноге. Гнездо Скорпионов. Давайте гнездо Скорпионов тоже можем себе позволить. Тем более регион здесь такой благоприятный. Приятно тут строить. Когда климат благоприятный, то и строить тут приятно. Ай... Давайте, наверное, вот тут снесём. Рост тут и так хороший. Рост и так хороший. С ростом мы проблем не испытываем. Так, а тебе... Давайте, копейщика. Ты не будешь у меня особо элитной армией. Так, пока будешь... Местечковые какие-нибудь локальные конфликты решать. А, кстати, тёмные эльфы ещё остались. А где у него армия, либо где у него город? Это ведь по-любому значит, он где-то и ещё существует. На горе святилище захватил. Причём, кроме как святилища, у него другого ничего нет. И он с Лотерном воюет, со всеми воюет. Но они такие, можно сказать, знаете... Почуяли кровь тёмных эльфов в себе и предали Лотерн. Захватили, особенно как святилища Кейна. И всё, и понеслось. Крыши снесло им. О, последний бастион. У нас с тобой вообще отношения сейчас улучшились. И торговое соглашение ты сильно хочешь. И ты готов нам заплатить тут прям? Мне союзы с тобой... Ну, не особо нужны, конечно. Право прохода может пригодиться. И денег давайте попросим. 900. 1200 тоже могут дать. Полторы не дадут уже. 900 дадут точно. Нет, даже 900 не хотят давать. Торга права прохода. И 600. Для нас это деньги хорошие. В реалиях, в которых мы существуем, это деньги хорошие сейчас. Так, пираты Саратозы. Больше мы тут ничего не упустили. Рассветная крепость. Ты как? Не надумал? О, отлично. Красавцы. Но с вами, я думаю, не нужно заключать договор о проходе. 1200, полторы, 900 должны дать. Отлично. Как полезно бывает зайти в дипломатию. Сколько денег начнет сразу рекойлиться к нам? Так, а темные эльфы? Где темные эльфы? Вот они. Где это? А, он же переехал. Точно, я забыл. Малекит переехал же в Люстрию, можно сказать. Мы его еще не уничтожили. Он же законфедератил. Друга своего. Из Черного Ковчега. Ну, ничего. Теклис, разберись. Теклис, как говорится, фас. Все-таки, похоже, именно ты, как маг, должен его уничтожить. Мы его покоцали, мы сделали все, что могли, а ты его должен уничтожить. Так, ну дорого тут ремонтировать все. Просто пипец. Зря это рушил. Удовольствуем. Прям очень дорого. Давайте лучше другую что-нибудь построим. Куда вкладывать бабки у нас есть. Так, тут ресурс. Здесь порядок. И все. До других нужд мы даже не дошли. Так, давай ты плыви сюда. Кому-то не нравится, да, когда я стейки за царей, я просто полные фулл стейки отправляюсь собирать плюшки. Ну, могу себе позволить, на самом деле. Я содержание не плачу. Это любой другой фракции будет очень странно. Особенно при наличии более-менее элитных отрядов, да? Это вообще как бы несуразно. Здесь же, пожалуйста. Хоть кого отправляй. Денег не тратишь. У них вообще идеальная такая стратегия действовать от обороны. Вот, смотри. Поэтому мне они прекрасно подходят. То есть армию можно отправлять. Не нужно никуда торопиться с войной. Можно спокойно действовать. И радоваться жизни. Просто живешь, отстраиваешься, радуешься жизни, действуешь от обороны. Да, вот только за Хатепа пришлось в длительную военную кампанию пойти. И все, она вот закончилась. У Хатепа сейчас мы чуть перестановочку в армии сделаем. Реорганизацию. И начнем выполнять квесты. Начнем сразу же книгу, да, забирать. Возможно, чтобы интересно было, попробуем раз на раз выскочить с теми парнями, которые стоят давно уже возле нас с орками. Там орки с кем-то, по-моему, да? Или чисто орки, я уже не помню. Помню, что там орки. Паук там есть точно. Всякие поросята. Что тут? Паук. А, ну, да. Зверолюди тут еще. Бести горы. Икигорчик с минотаврами. А, еще какие-нибудь горы. На самом деле тут орков так-то... Хотя, может, 50 на 50. 50 на 50 где-то орков. И зверюшек. Так, страшно представить, если бы по лору такой союз в действительности мог бы случиться. Падальщиков. Давай могильных лазутчиков лучше. Так, тебе еще два хода целых. До этих руин идти. Ну, у тебя хоть и работа есть. Не то, что у твоего друга из прохождения Захотепа. Точнее, за Архана. Так, Хотеп. Давай в город просто. Без ускорения. И тебе начнем нанимать. Давай тебе ушепти с луками наймем. Хотя сила оружия чуть у них меньше, да? Они все-таки чуть слабее. Я как-то смотрел. Мне казалось, они... Идентичны по силе. Нет, их меньше. И они чуть слабее в ближнем бою. Кого тогда... Они заменят у нас? Колесницы. Хотя у меня вообще кавалерии не будет никакой, да? Ухотепа. Кавалерию нужно развить вот здесь. Давайте сейчас тогда сразу этим займемся. У меня денежек должно хватить. Вот. Кавалерию начинаем развивать вот тут. Остальное пока оставляем. Построим что-нибудь полезное. Из вот этих построек. Итак, подожди. Из вот этих построек. Эх, как бы замечательно. Так. Тебе, мой друг, наверное, достанутся некоторые отряды из царей гробниц. И стражи. Которые охраняли Хатепа лично. Ну давай, конопы пока. Еще конопы изучаем. Еще конопы. Так, давай двоих. Двоих тебе вот этих друг мой отдаем. Двоих отдаем. Можно даже забрать одного скорпиона. Ну почему бы и нет? Почему бы и нет? Давайте одного скорпиона возьмем. Этого просто распускаем. Все равно тут время есть. О, Хатеп. Че ты вылез из города? Кальт. Давайте тебе с луком наймем. Можно было бы еще могильных лазутчиков. Даже вместо копейщиков, да? Они бы вполне справились. Как раз с крупными. Но четыре хода. Пока, я думаю... Переживет. А в качестве кавалерии... Ладно, оставайтесь пока. Колесница. Так и быть. Я добрый сегодня. Я сегодня добрый. Получается, реорганизация не такая масштабная. Не такая большая. Спокойненько. Все решаем. Так, давайте вы на ускоренном. Когда-нибудь вот сюда пока. Вы все равно нанимаете. Этот стек как раз останется вот здесь. Тут будут беспорядки. Этого царя отправим на гарунд наводить порядок. Ну, беспорядки из-за того, что у меня много-много всяких вот этих... Эх, неремонтируемых построек. Не хотим ремонтировать. Получай штраф к порядку. Война объявлена. Возведенные постройки. Набраны отряды. Повышение ранга. Харм, харм. Давайте, наверное, заземление. Или вот, похищение энергии. Ветров. Ветра магии. Их много, как говорится, не бывает. Их не всегда надо использовать сразу же. Я их иногда приберегаю. Не сразу транжирю. То есть, если есть необходимость какая-то, я их сразу кидаю. Там, все трачу. Если большое скопление врага, да, где может вихрь зайти, классно. Я кидаю. Если нет, то я лучше приберегу эти прекрасные ветра на тот именно случай, когда они будут нужны. Когда они пригодятся сильнее всего. И когда там, допустим, враг будет в куче или еще что-нибудь. Если же надо его ослабить сразу, то я кидаю. Ну и получается, что не всегда все ветра израсходуют. Лучше так, как говорится, чем когда они будут нужны, их не окажется. То есть, враг столпится огромной, такой плотненькой тучечкой, кучечкой. И можно было бы кинуть вихрь, да? А нету уже. Опа. Вторжение. Хексуатль, Лотерен. И да, придется, скорее всего, выбирать между Лотерном, Хексуатлем. Они вроде бы как бы ритуалы проводят. И опять же, сколько уже ритуалов было, а они только начали воевать. И вторжение вроде бы только что сделали, да? Первое вторжение. А в Лотерн... Хотели... Блин, вы видели ритуалов уже проводилось столько, что если бы мы играли бы за одну из фракций, которая проводила обряды для вихря, уже бы все перегрызли друг другу глотки. Так. Самые крупные и богатые. Стоимость строительства военных. Давайте обычных. Это мы выполнили. Это мы провалили. Избыток населения. Война объявлена. И это мы видели. Хотя строительство мы не видели. Мавзолей. Мавзолей, мавзолей. Пока давай не будем ничего строить. Посмотрим по порядку. Порядок растет везде, кроме как в железных льдах. Но железные льды мы будем сливать сейчас. И я даже предлагаю сразу снести вот это. А на следующем ходу снести вот это. Пусть они там хотя бы соточку мне еще принесут. Разочек. Пусть разочек соточку принесут. Соточка приятно. Так, давай ты на грунт. Тут уже порядок вроде бы растет, но лишним армия не будет никогда. Так, ты бегом вот сюда. Хатеп. Ну, жди, жди. И на следующий ход уже, я думаю, начнем с квестом. Квестовую битву выиграем. Там получим наш замечательный предмет, который поможет уже в сражении с поросятами и зверятами. Поросята и зверята попадут под раздачу уже очень скоро. Так, онлайф, давай сюда. В целом, кстати, его можно отправить собирать плюшки, да? Ну вот пусть он собирает, собирает и станет вот здесь на границе. У меня вот эта граница вообще не защищена. Понятное дело, лизардмены нас пока не расценивают как врага там особо. И это хорошо. Это нас устраивает. Но всякое может случиться. И лучше, чтобы потом не пригорело, да? К стулу, как от сварки. Хранитель знаний, а что ты так плохо ко мне начал относиться, скажи? Великая держава тебе не нравится, это да? Договоры мы больше никакие не можем заключить с вами. А жаль. Так, а наши друзья из династии? Сетра. Оборонительный союз Сетра не хочет заключать пока что. К сожалению, хотя, кто-то говорит, шатни Сетра, да? Он изгнал! Доступно улучшение поселения. Да, кстати, я же деньги не потратил. А здесь надо их потратить обязательно. Здесь, хотя тут, ну тут желтый климат. Давайте потратим лучше в зеленом климате сейчас. Здесь ждем пятого уровня. Здесь нечего строить. Здесь тоже. А здесь вот есть. Здесь ждем. А здесь порядок. Наверное. Давайте порядок. Вот это снесем в любом случае. Здесь порядок построим. 150 всего лишь потратили. злоба-злоба-злоба. Тут даже порядок наводится. И здесь наводится. Кстати, по поводу порядка здесь. Мне кажется, лучше этот город обезопасить. И можно построить перспективу. Хотя, блин, гнездо скорпионов здесь стоит 10 штук из-за этого климата. Не особо приятного. Давай вот это сносим в любом случае тоже. И город развиваем. Здесь что есть то строим. Конечно же, конечно да, конечно да. А у нас получается посох леча даст нам восстановление способности на скверну. Базовый шанс магической ошибки. Магический предмет в принципе не особо он там поможет нам в битве против поросят, да? Так, для мебели, для опыта однозначно стоит. Хотя тут тоже зверят, да, придется бить. А зверолюды мастера засад. Не просто зверолюды, а именно мастера засад. Окей, посмотрим, что они могут, что они изобретут против наших царей. Я не припомню, чтобы зверолюды по лору сражались с царями. Вот сейчас такой истории о объявили мне войну. Глупцы. Зачем? Ай, наверное, эту армию я тогда не буду все равно перегонять. а стены здесь однозначно буду строить. Лечи администраторы. А здесь сейчас 5000 вложим. Доход от поселений. Доход от трофеев. От экономических построек. Силы ветра. Давай, наверное, как планировали. Порядок улучшим. И доход. Чуть-чуть. Так, ну что, эти провинции значит будем укреплять строениями. Одну армию сюда переведем. Эту все-таки отправлю на юг. Пусть она спокойненько собирает плюшки и идет на юг. Торопиться не будем. Тем более, пока Хатеп будет играть квестовые битвы, охотиться за книгами. А, уже такой солидный тыл и прикрытие у нас есть. Будем спокойно просто его развивать. Нам захватывать сейчас особо ничего не нужно. Горячку не будем пороть. Так что вот такой это у нас план. Ну это все в будущих сериях. На сегодня все. До следующего видео, друзья мои. Всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok